Всем привет-привет! Вы на канале ВотГСН и начну я свое видео со слов благодарности АнтониоФР. Именно этот игрок прислал мне подарок, в котором оказался МТ-95Е6. Как я его распаковывал, можете посмотреть по ссылке, которая появится вот здесь вверху. Ребята, у меня просто нет слов. Огромное-огромное спасибо за то, что поддерживаете мой канал. Кто не может поддержать канал по донатной ссылке в описании, либо отправить подарок через магазин. Ребят, вы всегда можете поддержать канал самым простым действием, которое не стоит вам абсолютно ничего. Просто подпишитесь на канал, поставьте лайк видео, напишите комментарий и вы уже сделали огромный, огромнейший вклад в развитие моего начинания. Спасибо вам большое за благовременно, ну и тебе АнтониоФР отдельное за то, что сделал вот такой вот великолепный подарочек и поддержал развитие моего канала. Итак, ребят, Т-95Е6. Не успел я сделать обзор сугубо по цифрам в таблицах, по характеристикам брони и сравнивая данную машину с Супер Конкуайером и с Чифтейном. Еще две машинки 10 уровня, как получил в подарок данную машину и, понятное дело, хочу сделать уже живой обзор, выкатывая данную машину из ангара. Что касается брони, то в своем обзорчике я говорил по поводу того, что первая ошибка, которую все совершают, думают, что вот эту вот комбашню можно смело пробивать и именно из-за этого многие боятся приобретать себе данную машину, как за реальные деньги, так и за голду. Так вот, ребят, это миф. Почему? Потому что вот здесь вот очень много брони и никто сюда выцеливать вас не будет, поверьте. Самое слабое место, которое есть у машины, когда вы вот так вот стоите, это нижний бронелист. Поэтому первое золотое правило играть так, чтобы нижний бронелист был чем-то прикрыт. Второе золотое правило ни в коем случае не доворачивать вот так вот башню от врага, потому что вот здесь вот сразу появляется серая зона и чем больше вы это делаете, тем больше серая зона становится. И что самое страшное, что когда вы становитесь бортом, вот здесь вот брони практически нет, поэтому комбашня никого не интересует, бить будут сюда и бить будут в корпус. Здесь снизу 70, здесь 50 с чем-то, если я не ошибаюсь. Короче говоря, ребят, вот эти вот зоны необходимо беречь, поэтому играть на машине стоит в прямой проекции, ну а если и ромбовать, то опять-таки пряча свой нижний бронелист, а башню ни в коем случае не отворачивать от вашего врага. Что касается орудия, я поиграл на данной машинке и по ощущениям орудие играется четко как супер конкуайровское орудие, вот прям один в один. Единственное что, скорость стрельбы я бы сравнил все-таки с Чифтейном МК-6. Что касается технических характеристик, значит смотрите, время перезарядки в 7.68, оно комфортное, оно нормальное, но честно говоря, по ощущениям, возможно это был какой-то адреналин во мне, потому что я начал катать данную машинку, прям знаете, вот с вождевением того, насколько она меня впечатлит. И понятное дело, что когда ты вот начинаешь катать первые катки, у тебя нет спокойствия, у тебя есть вот этот вот азарт, ворваться куда-то в драку и начать раскидывать и попробовать на прочность данную машину во всех ее отношениях. Так вот, ребят, вот в этом вот адреналиновом состоянии 7.68 мне поначалу казалось чуть-чуть нехватающим, вот казалось бы вот на полсекундочки бы быстрее перезарядился, было бы совсем по-другому. Но потом ты немножко к этому привыкаешь, когда успокаиваешься. Что касается заявленного ДПМа, его действительно можно реализовать. Пробития в целом мне хватало, я не чувствовал себя ущербным по пробитию в бою. И что касается того, что если вдруг прям были какие-то крепкие товарищи против меня, я заряжал кумулятивные и 340 единиц пробития мне хватало за глаза. Урон в 400, он одинаковый, что на 95, что на Суперконкуайере, что на Чифтене. Разницы, честно говоря, я не ощутил в отношении того, как бодро я забираю у своих противников хпшку, поэтому здесь ничего комментировать не буду. Вот такой вот нормальный базовый урон. Что касается кумулятивных, да, действительно, здесь как бы проседание есть, но в целом, с учетом времени перезарядки, я бы сказал, что такое проседание вполне терпимое. Я не ощутил негатива. Что касается углов склонения вниз, минус 10, они отыгрываются просто шикарно, великолепно, на больших неровностях просто суперски можно играть от башни. Ну и с учетом того, что ваша комбашня довольно-таки крепко бронирована, в целом отыгрывать от башни очень комфортно. И ты стоишь, играя от башни практически, практически, ребят, не нервничая. Единственное, что, безусловно, тебе необходимо помнить по поводу того, что все-таки не стоит отворачиваться от врага, для бы не становились видны серые зоны по щекам башни. Что касается времени сведения и разброса, ребят, это мы будем заценивать исключительно в бою, куда с вами и отправляемся. Скажу вам откровенно, так, чтобы прям Т95Е6 произвел на меня какое-то такое, знаете, несгладимое впечатление своей имбовостью, нет, ребят, врать не буду. Такого ощущения у меня не было. Я играл на данной машине приблизительно так же, как я играю на Суперконе и на Чифтейне. Я не ощутил какой-то прям, знаете, вот принципиальной разницы в геймплее, я не ощутил принципиальных каких-то существенных недостатков, ну, если не считать вот картонности по бортам. В корму за бои ко мне никто не заезжал, уже слава богу, потому что там вообще брони никакой нет, можно ее, в принципе, там вполне спокойно вялым пальцем проковырять. Что касается вот этой вот беды с нижним бронелистом, да, действительно, в нескольких боях я нарывался на неприятности и начинал в нижний бронелист отхватывать. И нижний бронелист это вот такая ахиллесова пята, которую прям все-все-все будут выжидать, высматривать в вас, поэтому, ребят, помните об этом обязательно. Что действительно, вот прям совсем впечатлило с первых секунд боя и продолжает, ну, первого моего боя на данной машине и продолжает меня впечатлять, опять-таки, на первых секундах боя, это насколько данный аппарат срывается с места, насколько его подвижность прям, ну, не в разы, но существенно превосходит конкурентов в виде Чифтейна и Суперконя. Действительно, по подвижности машина куда веселее, вот прям настолько она приятнее играется в отношении подвижности, что в сравнении я не могу ее поставить к тем двум товарищам. Те два товарища все-таки более унылые в скорости передвижения и, как бы, говорить здесь больше не о чем, поэтому подвижность, ребят, однозначно вас впечатлит, как только вы начнете играть на данном аппарате, тем, если купите его за реальные деньги, ну, или если покупаете его где-нибудь по какому-то предложению за голду, поверьте, вас подвижность не то, что устроит, она будет реально вас радовать. Ну, спасибо тебе большое, да, действительно, блин, очень классно, когда вот так вот перед тобой становится. Что касается скорострельности и точности, даже без полного сведения в основном орудие бьет точно. Что касается скорострельности, меня скорострельность начала абсолютно полностью устраивать, как я уже сказал, как только я перестал играть на вот таком вот внутреннем адреналине, который просто меня захлестывал. Единственное, что скажу откровенно, вот эта вот бешеная подвижность машины, она порой играет с вами злую шутку. Ты сначала пытаешься играть сдержанно, а на данной машине сдержанно играть приходится, по той причине, что все-таки брони не прям так уж совсем много, и она не такая уж ультимативная. Но когда ты начинаешь вот так вот довольно-таки бодренько, быстренько перемещаться по карте, когда ты ощущаешь это, у тебя появляется какой-то внутренний азарт. Я не знаю, как этот азарт объяснить и природу данного азарта, но ты пытаешься сразу перемещаться, пытаться как можно дальше, заезжать куда-то в тыл, думать по поводу того, а не зарваться ли мне сейчас куда-нибудь и всем навалять. И это действительно играет с тобой злую шутку. Ты зарываешься не совсем туда, куда стоило бы зарваться, и начинаешь получать по бортам, вот как я сейчас получил от Минотаура. Это было, честно говоря, не очень приятно, но запас прочности в 2300 единиц, я бы сказал с натяжечкой, но позволяет вам сделать две ошибки в бою. Если сделаете больше ошибок в бою, да, будет уже гораздо неприятнее. Я поставил себе оборудку на то, чтобы улучшить подвижность данной машины, и всего лишь один слот оборудования посвятил времени перезарядки, так как времени перезарядки, как я уже сказал, мне реально хватает. Что могу суммируя сказать? 35 баксов это бешеные деньги. Ребят, реально бешеные деньги. Я не знаю, как для кого, говорю конкретно за свой карман, в чужой кошелек я не лезу. За 35 баксов покупать или не покупать, безусловно, решать вам. Мое дело показать машину такой, какая она есть на самом деле, в руках среднестатистического игрока. Я не скилловик, и у меня нет 70% побед. Но заметьте, даже с моей абсолютно, скажем так, не скилловостью, но олдскульностью, я играю в танки уже 8 лет, Я смог сейчас накидать 2800 единиц урона, сделать 4 фрага, абсолютно не заморачиваясь. Я смог получить в результате по фарму 106 тысяч, с учетом отключенных бустеров, ребят. Я считаю, что это довольно-таки нормально. С учетом того, правда, что мне дали еще медальку, знак классности второй степени. В команде по урону я занял свое заслуженное, как мне кажется, первое место. И я играл на данной машине не так уж много боев, чтобы сказать, что эта машина играется так прям постоянно. Но могу сказать за себя, за те бои, которые я на ней откатал, преобладающие большинство боев, для меня были именно такими. Есть ли существенная разница между Super Conquire, допустим, и данной машиной, либо Chieftain, ребят, мне сложно сказать прям о наличии принципиальной разницы. Если у вас есть, допустим, Chieftain MK6 или у вас есть Super Conquire, я думаю, что данную машину покупать за реальные деньги, скорее всего, не имеет никакого смысла, поскольку вы не получите ничего принципиально нового и уникального. В большинстве своем эти машины очень сильно схожи. Вот если у вас нет ни одной из этих машин, то не исключено, что T95E6 это, ну, довольно-таки серьезный конкурент по отношению к другим ребятам в данном списке, на которого стоит обратить внимание. На данный момент у меня все. Покупать или не покупать, безусловно, дело ваше. Мое дело показать машину такой, какая она есть. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить. Я всегда с вами и снимаю для вас. Спасибо за просмотр, всех благ, мира вам, друзья мои, и обязательно спокойствия. Пока-пока!